Всем привет, вы на канале Мистер Кубик, сегодня поговорим про нового питомца и костюмчик, но сначала некая новость. Как вы уже многие знаете, 10 декабря в России вышла игра Киберпанк 2077, долгожданная игра, и я конечно думал ее постримить. Но тут возникло две причины, которые в принципе не связаны ни со мной, ни одна из них. Это сейчас я могу сказать это с улыбкой в принципе, но на тот момент у меня улыбки никакой не было. Дело в том, что сама игра вышла сырой, недоделанная, она до сих пор сырая, ее нужно допиливать, дошлифовывать, некоторые баги до сих пор есть, даже я включаю вот этот патч, который первого дня там выходит, хотя он вышел у нас второго, но не суть. Игра остается до сих пор очень требовательной. Я не говорю про старые ПК, которые там ну 6-7 летней давности, и вы хотите хотя бы на средних включить данную игру на них. Тут можно долго на эту тему говорить, скажу, что у меня хороший ПК, у меня комп построен на системе AMD, у меня и процессор, и видеокарта, и материнка, все AMD-шное. В то время, когда сама игра в основном сделана для Intel и Nvidia. Включив первый раз игру, у меня настройки выставились автоматически на высокие, далее я увидел нагрузку на свой процессор и видеокарту. В принципе нормально, но нагрузка на видеокарту составляла местами 90 и под 100%. С этим конечно можно играть, но вот стримить это уже намного сложнее. Я пробовал уменьшать все параметры в игре, и что я скажу, что ни хрена не меняется. Вот ну ни хрена. Меняет у меня лишь один параметр, один, единственный из всех, которые есть в игре параметров, которые меняют ощутимо нагрузку на мою видеокарту. Это самый нижний параметр в настройках, который уменьшает общую картинку, то есть общее качество игры становится вот на столько-то процентов хуже. Вот именно этот параметр заметно уменьшал нагрузку на мою видеокарту. Конечно если уменьшить общие настройки игры с высоких на средних, всех вот этих теней, света, вот всего вот этого, да, что есть в принципе в игре, больше настройок никаких нету особо, то да, конечно нагрузка на видеокарту уменьшается. Но и понятное дело картинка-то в игре тоже, она не становится лучше от этого. Она будет не плохая, я согласен, она будет не такая прям и плохая, но как вы понимаете, у тебя видеокарта тоже не самая плохая, а того года, и ты должен играть на средних настройках, блин, почему? Ведь если подумать, игра создавалась намного раньше, чем вышла видеокарта от AMD. Видеокарта новее, чем сама игра, но почему-то игра сильно нагружает новую видеокарту от AMD. Понятное дело, что дело в оптимизации, которой нету. И вторая причина, это то, что я обновил видимо до 10 декабря OBS. OBS это программа, кто не в курсе, через которую записывают разные видео, в том числе, и это я вот сейчас записываю через нее. И стримят через нее, в основном все стримеры именно эту программу и используют. Бесплатная, хорошая, удобная, качественная. Вот опять же, насчет качества бывают такие косички, к сожалению. Так вот, я обновил программу, и у меня определенные настройки, которые вот нужны. Кто в курсе, что такое или слышал битрейт, вот так мне его нельзя было настроить. Связано, не знаю, с чем это было. Возможно, где-то поссорились обновления OBS и драйвер от моей видеокарты, и я не смог выставить нужный мне битрейт. То есть битрейт нужен, чтобы я смог, скажем так, начать стрим или начать запись, записать видео, да. Без этого я, ну, ничего не сделаю. В итоге, пару дней где-то температура в моей комнате была выше обычного. И мне приходилось открывать окно, а ведь там уже минус, чтобы хоть как-то подостыть. Здесь у нас и косячная игра, и здесь у нас косячный патч, который вышел буквально недавно, который отразился, видимо, не только на моей, но и моей, в частности, видеокарте, а именно с ее драйверами. Короче, было весело. Проблема решилась буквально сегодня. Я открыл OBS и увидел обновление. Думаю, ну давай обновлю. Я обновил, и проблемы все исчезли. Ну, как все проблемы касательно OBS исчезли. Но, понятное дело, проблемы, касающиеся игры, они остались. Так что, если вы хотите продолжить обсудить данную тему, то добро пожаловать в комментарии. Итак, видео у нас все же про питомцев и новый костюм. Так что, поехали. Да, тут, собственно, не о чем и говорить. В принципе, внешне, если говорить и рассматривать данного питомца, то он выглядит как некий Йети и некий Йети-гном. Но, по сути, если и рассматривать историю данного питомца, которую предоставили на официальном сайте, то это и есть Йети, который живет в локации гномов. Если вот, допустим, внешне данной боевой питомице выглядит неплохо, красиво даже, я бы сказал, то вот насчет его умений я так сказать не могу. Перед собой вы видите все эти умения. И первое умение это сильный удар. Ударяет противника и наносит физический урон. Все. Второе умение бросок. Бросается на противника и сбивает его с ног на 2 секунды. Новое прям умение, нигде такого не было. Третье. Гнев Йети. Йети злится и тем самым увеличивает скорость атаки и урон в ближнем бою на 50% на 10 секунд. Но при этом получаемый урон увеличивается на 50%. Четвертое умение лавина. Йети рычит, вызывая лавину. Вокруг питомца образуется зона лавины радиусом 3 метра, которая длится 4 секунды, и которая каждую секунду наносит физический урон восьмерым вражеским целям. Скорость передвижения противников, находящихся в лавине, снижается на 10%, а сноровка на 50%. Суммируется до 4 раз. Пятое умение перевести дух. Питомец сам себя лечит. И в чем, скажите мне, прикол вводить данного бесполезного боевого питомца? Данный же боевой питомец сделан разработчиками просто для калочки. Вот мы сделали. Что вы сделали? А вот мы сделали. Хорошего он охрену знает. Ну а давайте закончим более спокойным чем-то, а именно костюмом. Новым костюмом, который вели на Корее. Но, честно говоря, данный костюм мне не очень нравится. А в частности, мне даже больше всего не нравится вот эта вот накидка сверху. Вот эта вот пушистая, типа, посвященная зимней тематике. Данный костюм можно покрасить, и это неплохо. Но плохо то, что вот эта самая накидка не красится. И если бы ее можно было бы покрасить, то, мне кажется, было бы красивее, чем вот в данном варианте. Было бы намного красивее, я думаю, многие согласятся со мной, если бы эту накидку снять вообще. Или же, допустим, вместо нее добавить некого дракончика, допустим, как вот на моем костюме, где вот этот некий красный дракончик, там еще и пламенем, типа вот эффект есть такой, от него исходит пламя некое красное. Если бы здесь добавить какого-то золотистого, да, золотого дракончика, вот на плечи, как, не знаю, шарф, вот такая накидочка, который тоже как-то золотисто бы сверкал, эффекты какие-то были бы, вот тогда бы было бы намного красивее. И еще я не понял, зачем одевать чулок поверх штанов на женском персонаже. Ну а на этом пока что все. Пишем в комментах свои мысли и мнения насчет данного пета, данного костюмчика, насчет игры Киберпанк 2077. Не забываем прожимать лайки видео и подписываться на канал, чтобы ничего не пропускать. А на этом пока что все. Всем до завтра.